Обратимся к словарю литературных терминов. Сказка – это повествовательное, обычно народно-поэтическое произведение о вымышленных лицах и событиях, преимущественно с участием волшебных фантастических сил. Сказки делят на авторские и народные. Уже из названий понятно, что авторские – сказки, которые были написаны конкретным писателем-сказочником, а народные – те, которые не имеют одного автора. Народные сказки передаются из уст в уста, от поколения к поколению, и первоначальный автор никому неизвестен. Таким образом, сказка «Царевна-легушка» – народная, а сказка «Лягушка-путешественница» – литературная. Ее написал Гаршин. Оле стало интересно узнать подробнее о биографии и творчестве Гаршина. Для этого она подошла к нужному стеллажу и взяла книгу. Девочка узнала, что Всеволод Михайлович Гаршин – выдающийся русский прозаик. Родился 2 февраля 1855 года в имении Приятная долина, ныне Донецкая область Украины, в дворянской офицерской семье. Пятилетним ребенком Гаршин пережил семейную драму. Ребенок стал предметом острого раздора между родителями. До 1864 года он жил с отцом, затем мать забрала его в Петербург и отдала в гимназию. В 1874 году Гаршин поступил в Горный институт, но литература и искусство интересовало его больше, чем наука. Он начинает печатать, пишет очерки и искусствоведческие статьи. В 1877 году Россия объявила войну Турции. Гаршин в первый же день записывается добровольцем в действующую армию. Произведенный в офицеры, он вскоре вышел в отставку, недолго пробыл вольнослушателем филологического факультета Петербургского университета, а затем всецело отдался литературной деятельности. Гаршин быстро приобрел известность, особенной популярностью пользовались и рассказы, в которых отразились его военные впечатления. Детская сказка «Лягушка-путешественница» – последнее произведение Гаршина. Проанализируем сказку Всеволода Михайловича Гаршина. Понаблюдаем за развитием событий в сказке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Прошу прощения, но вы сами видите, какая сегодня ужасная погода. Итак, жила-была на свете «Лягушка-квакушка». Ах, какая сегодня прекрасная, мокрая погода. Ах, как хорошо жить! Вы правы, сосед. Жить – это такое приятное занятие. Не правда ли? Ага! 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 Стой, ага! Что на смену в дюйте? Высюж? Нет, это было такое. Понятного мертвеста канала... Ну что ты, мямись, кря-кря? Говори ясней, в чем дело? Покушать? Опять покушать. Наступило предложение покушать. Кто за, поднимите хвостики. Опять единогласно. Неужели они к нам надолго? Не думаю. В это время года все утки летят на юг. Юг? А это что такое, юг? Этого даже моя бабушка не знала. А моя бабушка была умнейшей лягушкой нашей трясины. К сожалению, ее съел аист. Самая умнейшая лягушка. А если бы знать, что такое юг? Становись! Все ли вы на лицо? Все! Сколько вас всего, говорите точно? Стало столько! И еще столько! Стало полстолько! Зачем теперь столько? Ну, значит, действительно все. Можно лететь. Простите за нескромный вопрос. Вот вы говорите юг. А это, собственно, что же такое юг? Ну, юг это край, напоминающий рай. Там есть болота? И какие еще? Огромные! Теплые! Огромные! Теплые! А мошки там есть? Тучи! А комары? Я же вам, голубушка, сказал. Это край, напоминающий рай. А какой может быть рай, если в нем нет червяков, комаров и мошек? Засим. До свидания. Нам пора. Так, так, так. Придумала! Возьмите меня с собой. Ну, у тебя нет же крыльев. Зато у меня есть идея. Идея? Какая идея? Которая заменит мне крылья. Вот. Вот она. Пусть на самых сильных селезнях сделают три шага вперед. Чем лучше, значит, вы сможете сменять друг друга. А пока что прошу подойти вас. И... Вау. Интересно, что она такое придумала? Какой-нибудь глупости. Кваня, ты к ней несправедливая. В ней что-то есть. Кваня! Она самая обыкновенная пустышка. Смазливая внешность и больше ничего. Сейчас я прицеплюсь за него посредине. И мы сможем лететь все втроем. Вернее, вы будете лететь. А я буду ехать. Правда! Правда! Какая изобретательность! Изумительная идея! Вот тебе и пустышка. Вот тебе и смазливая внешность. Ах, если бы вы только знали, как чувствует себя квакушка. Какая же я идиотка! Это ее основная мысль. Помимо основной, появились обрывки и других мыслей. И надо же мне было! Ой! И зачем только я? Сейчас я сорвусь. Летите ровнее! На и крылья вверх, на раз вниз. И раз, и раз, и раз. Устали? Нет! Ах! Обратите ваше внимание на расстилающуюся под вами то там, то сям красоту. Посмотрите на это спокойное раздолье полей. На это серебро протоков и озер. На эти лесистые холмы, как бы сошедшие с картины Левитана. К сожалению, лягушка этого не видела. Вися на прутике, она могла смотреть только вверх. И видела только пролетающие над ней облака. Вечером утки сделали привал. Ну, какое у вас впечатление! Какое? Какое? Плохо мне! Ой! 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 Подумать только! Летающая лягушка! Ой! Ой! Вполне естественно, впервые побывать в небе кому-нибудь плохо. Талант, талант, самородок! Оставьте ее в покое. Ей надо отдохнуть. Нет, нет. Я готова вас слушать до утра. Утром квакушка попросила уток лететь не так высоко. Ей хотелось хоть что-нибудь увидеть. Смотрите! Смотрите! Утке лягушку несут. Лягушка слышала это, и у нее прыгало сердце. Вот чудо-то! Это чудо! Знают ли они, что это придумала я, а не утки? И кто это придумал? Такую хитрую штуку! Это я! 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 Это я придумала! Что это? Что это? Что это? Ой, а что это? Кто вы такая? Как кто? Я талант, самолеток, изобретательница и путешественница. Ой, а что вы изобрели? Я изобрела научно-фантастический способ путешествия на утках. А как же? Как же вы на них путешествовали? По воздуху! И где же вы были? На юге! Ой, что вы? Расскажите, пожалуйста! Юг – это край, напоминающий рай. Помню, как сейчас. Лечу я по небу. Лечу это я, лечу. И вдруг пишу. Далеко перед собой, расстилающаяся без конца и края, огромная и красивая, как высошедшая с картиной Левитана, болота. А-а-а! Стоп! Стоп! Командую я своим уткам! А-а-а! 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 А-а-а-а! Марши! Нет! 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 Как же мы решим? Искать дольше или лететь дальше? Дальше! Дальше! Ставлю на голосование. Кто за то, чтобы продолжать поиски? Поднимите хвостик. Ну, а кто за то, чтобы лететь дальше? Значит, все будет зависеть от меня. Мой голос и решающий. Дайте подумать. Мне жалко лягушку. Я решил голосовать за... Получилось так, что мне нечем голосовать. Придется лететь дальше. И чем скорее, тем лучше. Когда мои утки меня приземлили, тамошние лягушки бросились ко мне. Стали меня качать. А что же вы хуже тамошних? А ну, тутошники, качать ее! Да здравствует путешественница! Да здравствует изобретательница! Да здравствует талант саморода! Разрешите мне на этой картинке несколько задержаться. Каждый день квакушка рассказывала о своем путешествии. Помню, как сейчас. Лечу это я, лечу! Говорила она всегда одно и то же. Как только она кончала рассказывать, ее начинали качать. Эй! Ах! Субтитры сделал DimaTorzok Почему не всегда, почему не всегда, по весеннему солнце сияет, и зима для чего, и зачем холода, а на юге зимы не бывает. Помню, как сейчас. Лечу это я по небу, лечу это я, лечу... Смотрите, смотрите! Утки! Это за вами. Нет. Нет, да нет, это не мои утки. Мои, наверное, прилетят завтра. Завтра, 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 жалко. Ну, может быть, послезавтра. Ну, одним словом, на днях. Но ни завтра, ни послезавтра, ни на днях квакушкины утки не прилетали. Летят, 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 а где же ваши? Ну, наверное, мои прилетят за мной осенью. И мы опять все вместе полетим на юг. Ах, юг, помню, как сейчас. Лечу это я по небу. Лечу это я, лечу. Это что значит? Это значит, что вы обманщица. Нет у вас никаких уток. И летать вы не умеете. Я не умею. Помню, как сейчас. Лечу это я. Может быть, ты меня выслушаешь? Ах, главасик. Я так несчастна. Клянусь, я летала. Еще полечу. Вот увидишь, что полечу. 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 Я лечу. Я лечу. Я лечу. Сказка «Лягушка-путешественница» – это забавная история о предприимчивой лягушке, решившей посетить славные теплые болота на юге и отведать тамошних мошек и комаров. Сказка создана на основе рассказа индийского учебника, призванного учить человека разумному поведению. Правда, главной героиней древнеиндийского сюжета является водоплавающая черепаха, а ее спутниками – два гуся. Черепаха не хочет остаться умирать в пруду, который высыхает. Гаршин берет за основу один только фрагмент. Гуси несут на палке черепаху, и она, не удержавшись от реплики, падает и разбивается. Понаблюдаем за развитием сюжета литературной сказки Гаршина. Жила в одном болоте лягушка, и наступила осень. Лягушка радовалась дождю и не квакала только потому, что осенью квакать не солидно. Вдруг на болото села стая уток, и лягушка захотела с ними поговорить. Утки очень хвалили юг, ведь там тепло, и лягушка решила во что бы то ни стало побывать на юге. Лягушка придумала способ долететь до юга на утках с помощью прутика. Утки были в восторге от сообразительности лягушки и согласились. Лягушка в полете примеряла разные позы. На третий день попросила уток лететь пониже, чтобы услышать, что говорят люди. Люди удивлялись, видя в небе уток с лягушкой. Лягушка не выдержала и закричала, что это все она придумала. С этим криком лягушка и упала в местный пруд. Главная героиня – лягушка. Она находчивая, изобретательная, смелая, но хвастливая. Автор симпатизирует героине своей сказки, он рассказывает нам о ней с доброй иронией. Гаршин так описал нам лягушку. Дождик моросил по ее пестренькой лакированной спинке, капли подтекали ей под брюшко и за лапки. На протяжении всего повествования автор слегка подшучивает над своей героиней. Лягушка показана нам глупенькой и не сдержанной. Это мы видим в эпизоде, когда лягушка летела, схватившись ртом за тростинку. Она так сильно хотела похвалиться перед всеми, что это ее идея лететь на утках, что забыла за свое положение и закричала. «Это я! Я придумала!» После чего упала в чужое болото. Автор в своем произведении иронизирует, используя слова. Шлепнулась, полетела вверх тормашками, бултыхнулась. Ирония – тонкая, скрытая насмешка. Лягушка ведет себя хвастливо и получает удовольствие, когда ее хвалят. Рассказывая другим лягушкам о своем путешествии, она все преувеличивала и выдумывала то, чего не было. Например, она сказала, что утки ее личные и что она была на юге, где очень хорошо, хотя на самом деле туда не долетела. Автор видит в ней не только тщеславие и хвастовство, но и хорошие качества – воспитанность, вежливость, смелость, любознательность. Показывая недостатки лягушки, автор все же испытывает к ней симпатию, вероятно, поэтому лягушка не разбивается. Аллегория, иносказание, выражение мысли, идеи в конкретном образе. Образ лягушки из сказки Гаршина – это аллегория хвастовства и нескромности. Автор иносказательно говорит о людях умных, но хвастливых. В этой сказке мы можем выделить 4 эпизода и вступление. Выделенные эпизоды сказки – знакомство с лягушкой, прилет уток к лягушке на болото, полет путешествия лягушки с утками, падение в незнакомое болото и новая жизнь лягушки. Вступление напоминает нам присказку. Обратимся к словарю литературных терминов. Присказка – это разновидность прибаутки, добавляемой рассказчиком в начале, в середине и в конце сказки. Например, это присказка, а сказка будет впереди, в начале. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. В середине я там был, мед пиво пил, по усам текло, а в рот не попало. В конце цель присказки – привлечь внимание слушателей, оторвать слушателей от обыденной обстановки, приобщить к атмосфере волшебной сказки. Главная мысль заключается в том, что хвастовство никогда не приведет к добру. Сказка учит скромности, сдержанности, умению находить выход в любой ситуации. Сравнивая сказки «Царевна-легушка» и «Лягушка-путешественница», можно пронаблюдать, что в литературной сказке сильнее выражена изобразительность, то есть более подробно, детально и красочно описаны места действия, события, внешний облик персонажей. В литературной сказке ярко представлен характер персонажей. Читатель понимает, кого из персонажей автор ценит, а кого осуждает. Литературная сказка позволяет увидеть лицо автора, его духовный мир. Тема хвастовства актуальна и в наши дни. Многие люди красочно рассказывают о себе и о своих мнимых достоинствах, а узнав человека лучше, разочаровываемся в нем, так как на самом деле он является не тем, за кого себя выдает. Всеволод Михайлович в своей сказке «На примере лягушки» показал детям, что не нужно хвастаться о своих поступках, а наоборот, быть скромным и тогда задуманное обязательно получится. «Есть что-то знаменательное в том, что последние слова Гаршина были обращены к детям», отмечал литературовед, автор книги о творчестве Гаршина Григорий Абрамович Бялый, что последнее его произведение светло и беспечально. Это произведение как бы живое свидетельство того, что радость жизни не исчезнет никогда, что свет во тьме светит. Гаршин так думал и чувствовал всегда.